всем привет вы на канале лазница меня зовут вика и если вы еще не подписаны то подпишитесь сейчас не забудьте многие мне просили сделать простые прически в школу на каждый день на работу я решила снять для вас прически на каждый день из хвостов на целую неделю я надеюсь что вам понравится так что если вам надоело ходить каждый день с обычным хвостом или с дулькой то это видео для вас вот такие вот я прически для вас подготовила они правда очень простые и я думаю что каждый сможет их повторить у меня волосы очень тонкие и мягкие и как видите их немного это проблема всегда сделать какую-то шикарную прическу так что если у вас тоже такие волосы то обязательно подписывайтесь на канал и будете ходить каждый день с красивыми прическами и так понедельник понедельник день тяжелый поэтому у нас самая простейшая прическа для нее нам понадобится просто ровные волосы я люблю пряди у лица они делают лицо стройнее остальные все волосы я зачесываю в низкий хвост это прическа гладкая поэтому все аккуратненько зачесываем завязываю силиконовой резиночкой или обычной если у вас нет но лучше приобрести силиконовые резиночки они вам понадобятся затем я беру прядку из хвоста и начинаю ею оборачивать сначала резиночку затем добавляю еще прядь и начинаю уже оборачивать ниже если у вас длинные волосы то прекрасно вам не нужно добавлять пряди если такая длина как у меня и прядь заканчивается постоянно то вам придется добавлять оборачивайте насколько хотите я обернула сантиметров десять кончик я просто прикладываю к хвосту основному и завязываю силиконовой резиночкой затем я подтягиваю немножко хвостик и все резиночка прячется у нас получается вот такая вот красивая прическа кстати сейчас гладкие хвосты в моде так что берите на заметку на самом деле очень простая прическа но выглядит очень классно вторник можно уже попробовать что-то посложнее но тоже у нас будет гладкая прическа чтобы вы немножко набили руку первое что я делаю это отделяю макушку и также аккуратненько ее подчесываем завязываю хвост но нам нужно будет его прикрыть поэтому на последнем обороте резиночки останавливаемся берем прядку из хвоста оборачиваем резиночку этой прядкой несколько раз возвращаем прядку в основной хвост и резиночкой до завязываем то есть все делаем последний оборот и подтягиваем хвост все резиночка спрятана дело сделано очень просто поэтому я говорю что лучше приобрести такие резиночки если вы будете делать прически со мной то они вам понадобятся также вам понадобятся невидимки эти резиночки ни в коем случае не снимайте с волос их нужно будет просто разрывать тогда все прекрасно распустится и дальше я немножко добавляю объема на нашей макушке и перехожу к остальным волосам также оставляю пряди у лица если вы не знаете как вынять красивые пряди вы можете просто пальчиком пройтись по краевой линии роста волос таким вот зигзагом и прядки сами выпадут и так все волосы остальные собираем сзади на затылке внизу вместе с верхним хвостом и тоже завязываем резиночкой и также резиночку будем прикрывать прядкой и не нужно никаких невидимок тем более что с невидимками прядка может выпадать а так у вас прическа продержится долго я еще растягиваю верхний хвостик если не хотите можете этого не делать и все прическа готова это будет делается очень быстро за несколько минут тем более не нужно никаких невидимок только две резиночки силиконовые вот и все надеюсь что такой вариант вам тоже понравится и переходим к среде я отделяю височные зоны пробором от уха до уха и затылок весь подымаю наверх и завязываю высокий хвост отделила я височные зоны для того чтобы у нас был хвост объемный потому что если в хвост входят в верхние части височные зоны то он как бы опускается так он у вас получится объемный и будет стоять теперь оставляю пряди у лица беру одну височную зону и оборачиваю ею хвост пока что закалываю невидимкой чтобы добавить к ней вторую прядь первой прядью я оборачивала над хвостом а вторую прядью под хвостом чтобы у нас две височные зоны сошлись в одну и мы будем этой прядью оборачивать теперь хвост в конце я кончик наматываю на одну половинку невидимки и закалываю невидимку наматываю кончики а для того чтобы он не выпал и прочно держался затем поднимаю хвост вверх беру еще одну невидимку и под хвостом завожу ее это я делаю еще для большего объема так как у меня волосы тоненькие то они как сопельки висят поэтому я еще у корней немножко начесываю и вот такой вот объемный хвост получился если бы у меня не были такие тонкие волосы то это был бы очень крутой пышный хвост но так мне тоже нравится поэтому берите на заметку это делается очень просто но у вас будет не обычный хвост а немножко с изюминкой а это вам мое сердечко и так четверг так как вы немножко уже натренировались то сегодня мы можем сделать прическу с кудряшками как я сделала эти кудряшки я вам покажу чуть позже а сейчас мы просто вычесываем все эти локоны и будем делать сексуальный пробор красивый если вы носите пробор по центру или сбоку как я то вам нужно отступить еще дальше на уровень височных впадин вот тут вот и сделать пробор там только волосы над височной впадиной я оставляю чтобы прикрыть ее чтобы там не было залысины вот видите буквально пол сантиметра и дальше делаю пробор вот такой вот глубокий но он очень красивый правда его можно выложить вот так вот таким объемом он стоит просто попробуйте его он будет так стоять у каждого это очень красиво правда тем более если вы так еще не пробовали это будет для вас что-то новенькое и можно даже без локонного просто с ровными волосами так сделать хвост дальше я собираю все волосы на одну сторону и завязываю хвост также прикрываю прядкой резиночку и до завязываю этот пробор лучше сделать дома и попробовать поносить потому что это непривычное положение для волос и вас может это раздражать вы будете постоянно чувствовать что у вас что-то не так так что для начала попробуйте так походить дома можно под вытянуть немножко объема но я сильно не вытягиваю так как у меня все прически как вы заметили без лака то есть ни в одной прическе я не использовала лак поэтому тоже берите на заметку это очень быстрые простые прически пятница мы немножко устали уже под конец недели поэтому предлагаю сегодня сделать просто обычный хвост но тоже немножко с изюминкой делаем также отделяем височки завязываем на затылке высокий хвост все оставшиеся волосы перекидываем на одну сторону и начинаем по прядкам брать и скручивать в жгут то есть я беру отделяю прядку кладу ее поверх предыдущей и скручиваю в такой жгутик и каждый подхват я кладу на жгутик и проворачиваю то есть вот вы отделяете подхват кладете на жгутик на жгутик и проворачиваете и так вы плетете все эти волосы которые у вас есть а параллельно можно оставлять волосы у лица если для вас это еще сложно то можете сначала заплести а потом вытянуть какие-то пряди дальше я немножко растягиваю наш наше плетение и оставшимися волосами я оборачиваю хвост также можем вам вытянуть объем у хвоста и все вот такая вот прическа готова такой небольшой элемент но он украшает и ваш обычный хвост превращается что-то интересное итак суббота у некоторых это рабочий день в некоторых выходной поэтому я решила совместить и сделать интересную прическу но тоже не сильно сложно для нее мы будем делать локоны я отделяю челочку ориентируюсь на височную впадину затем на уровне ушек отделяю затылочную зону остальные волосы закалываю они нам не понадобятся и сейчас мы будем крутить локоны локоны я буду крутить на утюжок если у вас есть плойка обычная крутите на плойку просто неважно на что вы накрутите это можно сделать даже щадящим способом как я вас учила на носки по моему методу не важно как вы накрутите главное чтобы у вас были локоны чтобы меня были локоны помельче вы видите что я прокручиваю утюжок затем убираю спряди и прокручиваю дальше по пряди таким образом горячая прядь закручивается в жгут и остывает пока я докручиваю кончики если вам интересно как я делаю такую укладку поподробней то дайте мне знать в комментариях я сниму подробное видео я помню что я обещала вам накрутку на утюжок я обязательно сделаю просто я постоянно забываю об этом и вот так вот я делю голову в общей сложности на три зоны так как у меня волосы тоненькие и их немного поэтому я могу так себе позволить если у вас густые волосы то делите проборы поменьше и прядки берите потоньше то есть вы видите какой толщины у меня прядь если у вас волосы густые то старайтесь тоже брать такие прядки но просто у вас их будет больше чем у меня у меня несколько прядей на пол головы у вас будет на один пробор и еще один важный момент я кручу в разнобой то в одну сторону то в другую чтобы пряди не складывались в одну а и и и и и и и и И вот такая вот кудряшка получилась. Блин, мне так нравилось, что я даже так хотела оставить. И теперь важно, когда пряди остынут, только тогда мы разбираем ручками. Не трогайте волосы, пока они еще горячие, потому что они могут распуститься. Делаем хвост на уровне глаз. Такой вариант хвоста очень красивый и подходит всем. Также можно вытянуть объемчик, если вам это нравится. Я, как всегда, оставляю пряди у лица. И переходим к нашей зоне, которую мы отделяли. Делим ее на три пряди. Даем направление назад. И плетем косу из трех прядей. То есть, чтобы сразу у нас кашла... Кашла? Что за кашла, блин? То есть, чтобы сразу у нас коса шла назад. Если вы будете плести на себя, а потом уведете назад, то у вас будет некрасиво спереди. Можете даже попробовать, поймете, о чем идет речь. Итак, я просто плету косичку из трех прядей обычную и растягиваю ее. Я специально сделала так, чтобы вы не плели косу с подхватами, потому что, может, для кого-то это будет сложно. А обычную косу, я думаю, все заплетут. И кончиком я оборачиваю хвостик и закалываю невидимкой. Хвост можно подчесать. Я это делаю железными зубчиками такой вот расчески. Можно руками даже просто взбить. Прикольная прическа получилась. Она очень удобная, но в то же время красивая и интересная. Итак, воскресенье. В воскресенье, я думаю, у всех выходной. Поэтому мы будем делать сегодня что-то интересное. Но тоже очень простое и быстрое, так как хочется побыстрее пойти погулять, а не заморачиваться над прической. Поэтому у вас могут остаться локоны с субботы. Вы можете сделать новые локоны. Затем я делаю пробор от уха до уха. Вытягиваю опять же прядки у лица. И буду все эти волосы завязывать. То есть делаем мальвинку. Но очень высоко. То есть не делайте ее низко. Тогда у вас не получится такой объем хвостика. И все. Вот так хорошо затягиваем хвостик. И все. У вас получается такая интересная и быстрая прическа. И сейчас очень модная. Пожалуйста, напишите мне, если вам понравилось мое видео с такими прическами на неделю. Я очень старалась для вас. И мне будет приятно получить от вас обратную связь. Также ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Отмечайте меня в инстаграм на фотографиях ваших, если будете выкладывать. Буду всех лайкать. Также, если у вас остались вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Так что оставляйте их в комментариях. Ну а с вами была Лозница Вика. Всем удачных причесок. Всех вас очень люблю. Целую, обнимаю. И хорошего всем дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok